Неделя ознаменовалась сильными пробками на дорогах. Водители сетуют, мол, все из-за перекрытия садового моста. Горожане недовольны, что мост перекрыли весь и почти сразу. Но не спешите ругаться, на самом деле все делают строго по правилам. Давайте посмотрим разъяснения. Итак, отвечаем на самые острые вопросы. Первый. Зачем садовый мост закрыли полностью? По технике безопасности. Плюс ко всему этого требует технология работы. По всей ширине моста и под трамвайными путями будут бетонировать балки. Пока бетон застывает, его ни в коем случае нельзя трясти. Едущие машины создадут вибрацию и помешают раствору затвердеть. То есть будет повреждена прочность всей конструкции. Во время ремонтных работ путепровод ослабляется. Движение транспорта по нему недопустимо. Мост просто может разрушиться. И тогда еще одной проблемой станет больше. Когда бетон окрепнет, займутся гидроизоляцией. После этого мост будет в полном распоряжении водителей. А пока придется потерпеть. Второй вопрос, который волнует всех, когда же мост заработает? Рассказываю. Ремонт продлится до 2018 года. Запланирован большой объем работ. Мост практически разберут и соберут заново. В первую очередь пустят трамвай. Через два месяца после закрытия. То есть уже совсем скоро. В этом ноябре. Ведь электронный транспорт перевозит больше пассажиров, чем легковушки. А для автоводителей дорогу полностью обновят, сделают тротуары, отремонтируют и покрасят опоры. В общем, все будет радовать глаз. И, наконец, всех интересует, сколько прослужит обновленный мост. В департаменте строительства говорят, что после масштабного ремонта новый путепровод прослужит более 25 лет. Стоит отметить, что его построили в начале 80-х. С тех пор ни разу не ремонтировали. Надеюсь, теперь у вас есть полное представление о происходящем с Садовым мостом. Если вопросы все еще остались, заходите на сайт администрации Краснодара и следите за новостями.